О, фронтовики встрянулись! Здравствуй, солдат! Здорово, здорово, служивый, родная душа! Здравствуй! Здравствуй! В глухую забайкальскую деревню с фронта возвращается 25-летняя Пашка. В самый разгар Великой Отечественной войны медсестру Пашку комиссовали на восьмом месяце беременности. Старики-родители, Матрёны и Елисей, уже оплакали двоих погибших на войне сыновей и не могут поверить в возвращение невредимой дочери. Но счастье Елисея внезапно перерастает в глухой гнев. Отец не может простить Пашкина Гулинова от чужого мужа ребенка. Дочь, прошедшая все ужасы фронта, находит в себе силы противостоять несгибаемому отцу. История о человеке, который держал в себе тайну, хранил в себе тайну. И эта тайна вдруг прорывается из него. И получается полный перевертыш такой персонажа в характере в его. Открываются такие грани доселе, неизведанные в нем. Всегда все у нас строится на любви. О любви дочери к родителям, о любви родителей к дочери, о соседской любви, о земляках. На строительство съемочного павильона ушла почти неделя. Артисты тем временем готовились к съемкам. Каждый образ продумывался до мелочей. Да мы все живущие в селе. В Забайкальском во время войны. Улеток, да? Да, ну вообще автор пьесы из улета сама. И она писала историю своей семьи. Настоящую. Да, и поэтому это происходит в 43-м году. В селе улеты приходит у нашей соседки дочка с фронта. Она приходит беременная. В связи с этим развиваются разные события. Мы не будем вам все это пересказывать. Посмотрите, но увидите уже. Типичные деревенские жительницы того времени представительницы. В съемках принимают участие профессиональные актеры. Артисты Забайкальского драматического театра. Идет сцена за сценой. То есть проживание своей роли от начала до конца. В кино берется любая сцена, которая на данный момент удобна режиссеру. Причем она проигрывается не один раз. Ее снимают с разных ракурсов. То есть ты должен, грубо говоря, одинаково отработать ее несколько раз. С одними и теми же эмоциями, проживанием. В общем, это довольно трудно, должна я сказать. Ну и подача голоса со сцены на дна. Здесь надо звучать бы того. А потом в кино сыграли, не получилось. Дубль пересняли. А в театре сыграл все. Сценарий фильма написан нашей землячкой. Забайкальским автором Еленой Чубенко. Эта пьеса изначально была. Потом мы переделали Селиной Манной эту пьесу в сценарий. Что-то сделали более острым, более конфликтным в этой истории. И у меня давно была мечта сделать, снять кино какое-то в Забайкальском крае. Чтобы именно здесь проходили эти события. А поскольку я еще люблю время Великой Отечественной войны, очень трепетно к этому отношусь, временем. И эта история прям легла на меня, на мою фантазию, на мою душу. Там по себе киносоциалер написан забайкальцем, жителем Забайкалия. Поэтому там очень много и какие-то словечки встречаются из диалекта забайкальского. Быть, уклад. 16 января – последний съемочный день в павильоне. Но работа над фильмом еще не закончена. Потом мы будем снимать в Амановке. У нас одна сцена, мы в реальном коровнике должны в деревенском снимать. С живой коровой. Потом мы должны снимать натурные сцены в Шилке. Там у нас проезд. Мы снимаем проезды полуторки. Солдатиков везут из Читы на фронт. И как раз эта машина привозит нашу девочку к ней в деревню, туда, в Дешулан. Серафима Ляхова, Максим Лобачев. Время новостей.